Симор ТВ4 и Миссофилм Швеция представляют Не мыться Зубы не чистить Не мыться Зубы не чистить Одежду не менять Я должен войти Душим пользоваться нельзя В избежании беременности СПИДа И передаваемых половым путем болезней Поверните голову Смотрите на меня Снято Не шуметь Агент Уоррен Шеффорд ФБР Готовы? Это, вероятно, какое-то недоразумение Ингер Йоханна моя студентка И друг Идемте, сэр Готовы? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я Ребекка Шифард, жена Уоррена. Я в бешенстве от того, что с вами сделал мой муж. Такого никто не заслуживает. Он говорил, что у нас четверо детей? Да. Наш младший, Эллиот, в том же состоянии, что и ваша дочь. Эллиот, в том же состоянии, что и ваша дочь. Эллиот, в том же состоянии, что и ваша дочь. Она увольняется из ФБР и немедленно возвращается в Швецию. Вот что я хочу при разводе. Можешь судиться со мной, можешь принять, но дети остаются со мной. И я забираю их в Лондон. Она согласна молчать о том, что произошло в отеле, при условии, что никогда тебя не увидит. Ты ей заплатила? Она не проститутка. Месть. В ролях Мелинда Кинеман, Хенрик Норлин, Грег Вайс, Ким Кэтрол и другие. Автор сценария Сиан Борнебуш. Продюсер Сандра Хармс. Режиссёры Май Брострюм, Петер Сорсбе. Модус. Четыре года спустя. Привет. Привет. Как анализы? Блестяще. Как его сердце? Они тебе что-нибудь сказали? Да, всё отлично. Стучит, как навесной, мотор у Баркаса. Отлично. У него твой нос. Привет. Знаю, ты занят. Поговорим позже. Знаешь... Да? Я... Знаю. Я тоже тебя люблю. Пока. Пока. Музыка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стокгольм готовится ко встрече президента США Хелен Тайлер. Ее официальный визит начинается сегодня. Приняты беспрецедентные меры безопасности. Полиция стянула дополнительные силы со всей страны. Общее количество полицейских в городе составляет 2000 человек. Это второй государственный визит президента Соединенных Штатов в Швецию. Хелен Тайлер и члены ее делегации будут жить в Гранд-Отеле, где госпожа президент разместится в апартаментах принцессы Лилиан. Связи между Швецией и Соединенными Штатами традиционно сильны. Почти 4 миллиона американцев говорят о своем шведском происхождении. Хелен Тайлер жила в Стокгольме в конце 90-х вместе с мужем, приглашенным преподавать в университет Стокгольма. Президента ждет весьма плотный рабочий график. Штаб спецслужб. Скепс Хольмен. Ингер Йоханна здесь? Нет. Она уже сделала последний профиль. Должен сказать, она лучшая. На основании созданных ей профилей мы уже следим за 16-ю экстремистами и психами. Разве она использовала слово «психи»? Нет. Привет. 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 Итак, звено ВВС-1 село в аэропорту Арленда. К этому моменту мы готовились неделями, некоторые месяцами. Следующие 36 часов мы держим экзамен. Послушайте инспектора Ингвара Нюмана. Прошу, Ингвар. Спасибо, Альва. После совещания с коллегами из штатов, комиссар полиции решил разместить президента в здании Адмиралтейства на острове Скепсхольмен. Для прессы и населения Хелен Тайлер с делегацией будут жить, как сообщали, в Гранд-отеле. Неужели из-за новых угроз в ее адрес? Нет. Национальная безопасность считает, что уровень угрозы не изменился. Но дело в том, что, хотя президента будут охранять тысячи человек, следующие 36 часов за ее безопасность отвечает исключительно Швеция. Мы продолжаем ждать, когда первая женщина-президент США покинет самолет и начнет свой первый визит в Европу со Швеции. Харальд Боман, премьер-министр, встречает президента, назвавшего Швецию ролевой моделью своих грядущих реформ, очень спорных для ее страны. Многие видят в ней угрозу традиционным семейным ценностям. А феминистки благодарят за поддержку права женщин распоряжаться своим телом, например, иметь право на аборт. Аэропорт. Кажется, президент сейчас выйдет. Приветствуем президента Соединенных Штатов Хелен Тайлер и ее 17-летнюю дочь Зои. Не сомневаюсь, что эти две удивительные женщины вызовут в ближайшие дни небывалый переполох в нашей стране. Надеемся, что в центре внимания будет не только внешность Хелен Тайлер. Она известна как жесткий переговорщик. Президент здоровается с послом США Лори Рид и премьер-министром Швеции, с которым дважды встретится за время своего визита. Неформальная встреча пройдет сегодня, а более официальная состоится завтра перед отлетом Хелен Тайлер в Берлин. Эта встреча готовилась месяцами. Президента сопровождают эксперты практически по всем вопросам. Мама! Папа пришел! Пока. Напиши, когда она заселится. Да. Босс может позволить себе отдых. Брось. Последние три недели Ингвар работал сутками, и он приступает к работе в 5.30 утра. Так поздно? Привет. Просто чудесно. Да. Круто. Кофе? Да. Скоро у тебя будет полно дел, только скажи, я всегда помогу. Ладно, спасибо. Привет. Привет. Ингвар. Привет, Линни. Привет. Привет. Как президент? Еще не знаю. Она уже была президентом? Когда? Когда мы жили в Вашингтоне. В Вашингтоне? Нет. Это было давно. Тогда президентом был Обама. Вот они. Все на месте. Там все прекрасно выглядит. Да, если когда-нибудь закончим. Да, Стена? Президент Хелен Тайлер сопровождает кортеж из 32 машин. Большинство улиц перекрыто. Полиция предлагает выбирать маршруты объезда даже муниципальному транспорту. Следующая остановка у Гранд Отеля. Там будут жить президент и делегации. Гранд Отель. Простите за неудобства, мэм. Извините за еще одну короткую остановку. Все равно, где спать, лишь бы спать. Мы переезжаем, потому что боимся троянского коня? Мы стараемся предусмотреть все. Надо было сразу лететь в Берлин. Ждать? Надо подождать пару минут. У вас мигрень? Да нет, я сама не знаю. Я была здесь в 86-м в год покушения на Пальме, на лыжном курорте с подругой. Ее семья знала Пальме. Ее отец так плакал, что налетел на дверь. Почему я это вспомнила? Я хочу съездить на могилу Пальмы. Внесите в план. Да, мэм. Хантер, запиши. Как вас зовут? Ива. Ива. Вы будете завтра? Простите, сэр. Кстати, что случилось с той шведкой, вашей студенткой ФБР? Мы не виделись четыре года. Ясно. Чисто. Так, все чисто. Едем. Кортеж подъезжает к Адмиралтейству. Здание Адмиралтейства. Скепсхольмен. Привет, ребята. Штаб спецслужб. Скепсхольмен. Здание Адмиралтейства. Простите, сэр. Вам помочь? Джессика Остланд. Менеджер. Мы встречались в посольстве в Вашингтоне. Конечно. Здравствуйте. Я хотел осмотреться. Здесь все временное, на скорую руку. Сделано специально к визиту президента. Очень впечатляет. Разумно. Едва плывет. Это Орен Шиферт, ФБР, личный советник президента. Альва Рос, старший инспектор, начальник спецгруппы. Очень приятно. Хорошего дня. Четыре года назад у меня в ФБР училась очень шведская студентка. Очень шведская? Свободомыслящая. Умная. Гингер Йоханне. Вик. Да. Она подготовила для нас много профильных оценок. Вик. Она здесь? Нет. Она работает в оперативном отделе. Вы первый раз в Стокгольме? Да. Прекрасный город. Хотя, мой друг предупреждал, что иностранцу здесь может быть очень одиноко. Сейчас вы видите, как президент прибывает в аэропорт Арланда. Я желаю им удачи. Стина в порядке? Да, все хорошо. Иди сюда. Конечно, мы очень рады и гордимся тем, что она решила приехать в Швецию вместе с дочерью. У меня есть подарок на день рождения. Но он только через две недели. Он просто изумительный. Невероятно. Это бриллиант. Что? Как ты? Подожди. Сейчас выйду. Открой дверь. Здание Адмиралтейства. Скепсхольмен. Все хорошо, Хантер? Да, сэр. Как твоя жена? Моя жена. А мальчики? Скучают? Они в порядке. Вас ждет, мадам президент. Меня сменили. Сладких снов. Последние несколько дней разведка не слезала с троя. Там полный анархий и хаос. Может быть, диверсия или троянский конь, но ничего похожего на то, с чем разведка имела дело раньше. Никаких намеков на неминуемое нападение. Ваша задача – работать на опережение, находить авторов угроз. Знаете, что меня беспокоит? Что из всей собранной информации ничто не говорит о том, что враг достоин внимания. Я дала вам практически неограниченные возможности. Зоя. Это прекрасное платье. Хороший выбор. Наша маленькая Золушка отправляется на бал с королевскими чадами. Мама, хватит уже сказок. Не надо. О чем я должна с ними говорить? Просто будь сама собой. Все получится. Ладно. Знаешь, кто это? Это королева Астрид. Ее любили и почитали за заботу о невинных женщинах и детях. Это стало ее наследием. Мэм, машина подана. Разбуди меня, когда вернешься домой. Я хочу знать все. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Насчет Трои можно прощупать премьера и его начальника национальной безопасности. Нет, нет, нет. У них слишком много дел. Кроме того, у них на нас выборы. Никогда не знаешь, кому можно верить. Спасибо и спокойной ночи. Завтра мы продолжим освещать официальный визит Хелен Тайлер. До встречи. Закончили? Отключаем аппаратуру. Ты видела фотографа? Зачем опускать факты? Говорить о том, кого отшил президент? Не совсем. А о чем? О том, что президент зачала свою дочь 18 лет назад в Маре Турьет. Говорить о сексе в прямом эфире? Это круто. Нет. Это нравится людям, и я это люблю. Ты – да. Вроде здорово. Да. Вроде. Привет. Привет. Жаль будить. Стина забыла зубную щетку. Я спрашивала ее об этом, но… Лишь бы не расстраивалась. Слушай, я видел по телевизору Уоррена. Он в Стокгольме. Ты видел его после… Ингвар знает? Не о чем знать. Привет детям. Пока. Не о чем. Вопрос во вселенной со мной. Я сделала это, Уоррен. Сказала Исааку, что ухожу. Ингер Йоханне? Кто-то приходил? Дверь хлопнула. Да, Исаак. Стена забыла зубную щетку. Он привез. Ты ешь мороженое? Да. Слушай. Не надо. Извини. Что не так? Столько всего навалилось. Беременность. Ребенок. Ребенок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? Новая информация. Похоже, что-то произойдет раньше, чем мы думали. Перешли мне. Готово. Мне надо бежать. Поговорим позже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но она уже передумала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она передумала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она передумала. Не знаю, что делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог. Я буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов. Это Зои. Я справилась. Пора все забыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама легла спать? Нет, еще нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 зои где она кто мама она спит нет не спит где президент зои успокойся все будет хорошо иди сюда мы все тебе поможем я не хочу уходить я остаюсь почему вы здесь чертов приказ нашего начальства вошли не доложив мне не хотел будить пошли пошли в чем дело мы отвезем тебя в посольство зои оставьте меня быстрее быстро сюда в машину посадите ее в машину на заднее сиденье поехали ингур ньюман пропала манту мадам президент и ее туфли вероятно есть какое-то место где она может быть в этом городе объясни мне как она могла выйти рой не знаю представь себе президента как она вылезает из окна спускается по стене и идет в неизвестное нам место да при этом совершенно не думая о том какому дикому скандалу это может привести ты понимаешь что открыть здесь любое окно тоже что и включить громкий сигнал тревоги твои люди затопчут место преступления хотя бы притворись профи резиденция премьер-министра где премьер-министр я могу вам помочь нет где он у него был трудный день его не разбудили мне это сделать сейчас спасибо мне жаль но что еще я же просил меня не будить службу безопасности срочно боже в чем дело в скепс-хольмене пропала президент сша что она исчезла что это значит как исчезла да это и ночью это случайно не может быть ее личным делом спецслужбы это отрицают но пропасть из скепс-хольмена ей угрожали ничего особенного мы перекрыли все дороги из города все силы безопасности и правопорядка в состоянии повышенной готовности а пресса мы им пока не сообщали боже правый и что нам делать подождем пока не будет информации вы понимаете что это сведет с ума сторонников теории заговора россия и гил кто знает этим непременно воспользуется о последствиях лучше не думать не стойте тут столбом а найдите мне хелен тайлер живой стена что-то случилось почему ты не спишь они так шумят прямо над домом ты слышишь нам кто вертолеты целых пять и кареты скорой помощи от них в комнате светло 21 что 21 стена машина но этим не объясняются пробки мы просили тебя не пользоваться ночью айпэдом моим но не папиным наверное где-то авария не надо беспокоиться иди спать мальчик 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 все хорошо да все хорошо стена не волнуйся за меня а если я не могу ингвар ингвар у апартаментов дежурили два агента камеры на всех дверях за исключением входа в ее апартаменты она отказалась пройти незамеченным нельзя датчики на окнах не включались она растворилась в ночи должен быть еще один выход где либо это диверсия из штатов либо совершено преступление нам нужен специалист по поведенческому анализу она возьмется лучше сама спроси ингер йохан привет альвараус старший инспектор послушай нам нужна твоя помощь я еду нет сделайте подборку всего что вы мне отправляли раньше нет нет ладно мне надо идти мадам президент отказалась от камеры в апартаментах но как она миновала агентов не говорите мне о привычках президента она она не могла уйти по собственному желанию это абсурд может быть встретиться с кем то кого знала так без прессы это не абсурд она здесь жила скажите неужели вы считаете нас любителями давайте сделаем так отвечайте на вопросы которые задаю я идет я скажу вам что идет мистер шифорд преступление совершено в швеции оно подпадает под нашу юрисдикцию это я отвечаю за расследование а вы наш гость но из вежливости и уважения к вашему президенту мы назначили вас офицером связи но только пока это не мешает нашему расследованию все ясно мистер шифорд абсолютно можно к нему уоррен наш офицер связи будет трудно они хотят диктовать условия он знает кто я привыкай американцы знают больше чем мы думаем ингвер ньюман старший инспектор уоррен шифорд фбр привет не хочу вас разочаровывать но тут есть психологический момент скорее всего какой-то спецагент уснул на работе а теперь они все покрывают друг друга а фбр тоже здесь куда же без них нам разрешили присутствовать кто знает их планы но мы еще в швеции или я что-то упустил а послушай здесь слишком темно думаю нам не помешает еще один человек Хорошо бы, на всякий случай. Вот, посмотри. Это интересно, да? Сделай снимки, потом возьми пробы. Здесь я выложил губную помаду, мадам. Она не красит губы? Красит. Странно. Я вынул помаду, которая подходила к пальто. Пальто обесело на той вешалке? Да. Рядом с костюмом на завтра. То есть, на сегодня. Что-то нашли? Пока рано говорить. А где её сумка? Вы когда-нибудь видели, чтобы мадам носила на плече сумку? Что-то есть. Фонарь. Фонарь. Были угрозы, о которых вы не сказали? Я не уполномочен отвечать. Кто может разрешить? Главнокомандующий. Лучше напиши. Я в Адмиралтействе. Собака взяла след. Джессика. Да. Нужна видеосвязь. Сделаешь? Легко. Ищи. Это уже под водой. Подводный тоннель. И вы о нём не знали? Боже ты мой! Где наш план? Запросили неделю назад. Земельная комиссия упомянула туннель, построенный в 905 году. Кто-то это знал и ничего не сказал? Знаете, у вас есть крот. Вместе с нашим бюро вы в последнюю минуту решили поселить мадам в Скепсхольмен. Вы проверили всё, включая туннель. Я должен сообщить в посольство. Кого удивит туннель? Да их в Стокгольме полно. Уоррен Шиффорд, прошу, соедините меня с послом. Так, берите образцы, пока не вошли. Так, берите образцы, пока не вошли. Чёрт. Кто здесь? Ингер Йоханна. В следующей серии. Я его знала. Это было до тебя. Не буду с ним работать. У меня нет выбора. Что думаете об отношении президента к Швеции? Мы чего-то не знаем. Кто-то снял видео с президентом на Мария Туретт. 4.56 утра. Швеция должна это сама выяснить. У вас пропал американский президент. Озвучено по заказу Шоу-Джет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин